здравствуйте уважаемые зрители нашего канала сегодня 3 мая на протяжении более двух месяцев мы с вами следили за тем как развиваются два наших растения баклажана одно из которых мы поливали удобрением энрайвел другое которую мы поливали просто водой связи с тем что в такую жару на таку на сильном солнце наши баклажаны уже не справляются корневая система не у этого него этого растения не справляется свои функции листья у них не упруги они подвидают мы решили завершить наш опыт потому что в принципе основная цель опыта которая у нас была проверить эффективность препарата энрайвел на корневой системе мы его проверили мы вам его показали мы увидели что растение которое было три раза пролито удобрением энрайвел развивается намного мощнее корневая система намного гуще плоды видите на этом растении уже три хорошие завязи кстати вот последние цветы которые цвели уже на наших растениях они зависть образовывали но потом она все равно отваливалась отсыхала это надо скорее всего связано с тем что объем горшка довольно таки маленький и недостаток определенных элементов питания их наблюдается вот и по листьям тоже видно что недостаток элементов питания есть поэтому наш опыт может считать завершенным мы можем сразу уже заметить насколько сильно отличается два наших растения это растение она и выше значительно на нем больше листьев также мы сейчас отрежем плоды завязи и взвесим их чтобы сравнить сколько питательных веществ каждое из наших растений смогло передать в плоды есть три завязи есть у нас электронные весы которые помогут нам узнать вес 151 грамм 151 из другого растения здесь на этом растении всего две завязи образовалась и совсем маленькая еще одна завязь принципе ее можно было бы не считать ну 59 и 7 разница как вы видите большая дальнейшем мы еще промоем корневую систему двух наших растений и покажем вам насколько у этих растений различается будет различие в густоте в мощности развития корня освобождаем в общем растение наши топоры второй вариант где мы не применяли удобрение на ревел сейчас торф размочится корневая система освободится у нас и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Две рассады у нас баклажан было, причем баклажан это растение, которое очень капризное, развивается очень медленно. Но трехкратного применения НРВЛ было вполне достаточно, чтобы вот это растение у нас зацвело, во-первых, на 5 дней раньше, развивалось намного быстрее, образовало листовую массу в 2-2,5 раза более объемную, чем у того растения. И за один и тот же промежуток времени плоды она успела образовать по массе практически в 3 раза больше, чем растение, которое мы НРВЛ не удобряли. Кстати, такой же эффект будет и на перцах, потому что перец очень по морфологии, по биологии схож с баклажанами. У него также корневая система закладывается не глубоко в почве, они практически не окучиваются, эти растения, и при малейших стрессах они сбрасывают более слабые корни. Поэтому поддержание корневой системы, стимуляция развития корневой системы очень важна на этих растениях. Ну, на томатах тоже очень хороший эффект даст, томаты более устойчивы к стрессам, быстрее восстанавливают корневую систему. В принципе, томаты можно окучивать, и со стебля томаты дают новые корневые волоски, поэтому с томатами попроще. Также мы будем испытывать НРВЛ, мы уже испытали НРВЛ на тоже растение из семейства посоленных, на картофеле. Один клубень мы обработали в удобрении НРВЛ, замочили его на 10 минут в растворе НРВЛ, и обратите внимание, прошло около 15 дней, как много корней этот клубень уже нам дал. И клубень, который мы не обрабатывали НРВЛ. Корни есть, но их значительно, значительно меньше. Кстати, стоит отметить, что и надземная часть у этого клубня, видите, развивается более активно. Здесь 4, даже 5 у нас здесь побегов, все они примерно одного роста. Здесь, на этом клубне у нас один побег и два маленьких. И все это благодаря лишь замачиванию клубня на 10 минут в этом удобрении НРВЛ. Кстати, стоит сказать, что это удобрение уже хорошо себя зарекомендовало во многих теплицах у нас в Южном Казахстане. Очень много его применяют на растениях огурца, как при высадке рассады, для того, чтобы молодые растения хорошо укоренились быстро и не получали стресса после пересадки. Так и во второй половине плодоношения, когда у растений уже стареют корни, стоит дать его в норме 3 литра на гектар. 3-4 литра на гектар, как растение полностью омолаживается, через 5-7 дней у него заново начинают выбиваться побеги, новые цвести начинают более обильно, и урожайность сразу же поднимается на 25-30%. В общем, это удобрение дает очень мощный рост корней, благодаря чему развивается очень быстро вся надземная часть, раньше начинается цветение и плодоношение, и значительно повышается урожайность. Мы будем применять этот препарат и на других растениях. Смотрите наш канал. Спасибо за внимание.